Всем привет! В этом видео расскажу про наши особенности развития. Юлия Алиса в один год три месяца. Сейчас у них уже наступил период, что им скучно сидеть дома, они хотят новых впечатлений. Хорошо уже установилась хорошая весенняя погода, поэтому мы чаще с ними можем ходить на прогулки. Прогулки у них обычно выглядят так, что они одновременно разбегаются в разные стороны, поэтому одной гулять мне с ними никак не получается. На прогулках они постоянно везде ищут животных, они их не боятся, они хотят их погладить, потрогать, споймать. Я всегда смотрю на деток, которые сидят хорошо в коляске и это конечно здорово. С моими так не получается. Мы коляски даже на прогулки никогда не берем, потому что они в них просто не высиживают. По поведению у них никаких особых изменений нет. Истерик я никаких не замечаю. В основном это больше, наверное, требования. Они хотят какие-то запрещенные предметы, чтобы я им подавала. Когда они их не получают, тогда они, конечно, плачут, топают ногами, но я стараюсь их переключать на что-то. То ли с ними играю, то ли мы смотрим в окно, то ли идем искать кошку. Вот такие занятия придумываю. Те предметы, которые не находятся у них в свободном доступе, они пытаются до них дотянуться. Вот в этом месяце они стали вообще высоко подниматься на высокие стулья, лезть с внешней стороны кроваток. Теперь уже никакие особые вещи так близко нигде не оставишь на столах, потому что до всего они дотягиваются, все хотят взять. Часто просят, чтобы я включала им песни, музыку. Они тогда танцуют, кружиться вдвоем стали, научились. Вот так подпрыгивают, приобрели им музыкальную стойку, за которой они часто танцуют. Раньше они игрушки только разбрасывали. В этом месяце у них появился больше интерес игрушки наоборот складывать. Всегда после игры я прошу их помочь мне сложить игрушки. Они с большим интересом и подолгу их забрасывают, складывают в корзины. Про сон. В этом месяце они перешли на один дневной сон. Я думала, что это немножко попозже случится, может быть в один год и пять месяцев. Но они просто отказались от второго сна, и поэтому у них режим сейчас такой. Просыпаются они в шесть утра, с одиннадцати до часа, часа тридцати. У них дневной сон. И укладываются на ночь, они в восемь полдевятого. Спят они в своих кроватках и засыпают они самостоятельно всегда. Подарили в этом месяце Юлии и Алисе такие рюкзаки, потому что они полюбили все сумки. Мои сумки, все, что приносится с магазинов, они забирают, достают оттуда содержимое и складывают свои вещи. Теперь, конечно, можно будет учить их складывать свои вещи в рюкзаки, брать рюкзачки в дорогу. Очень полезная вещь, я считаю. Из активных игр им больше всего нравится играть в мячи. Они их бросают, толкают ногами, имитируют игру в футбол. Им нравится, когда в игре принимают участие и я, и папа. Тогда все это весело происходит. Редактор субтитров А.Семкин Еще одним любимым увлечением у них стал прыгун. Мы покупали эту игрушку совсем недавно. Не знали, как понравится, не понравится им она. Были у нас сомнения по возрасту. Но получилось так, что им игрушка двоим очень понравилась. Они даже дерутся за нее, кто будет на ней прыгать. Поэтому в ближайшее время нам нужно приобрести еще одну такую. Учатся они держать на ней равновесие. Ну и, конечно, учатся они с нее и падать. Про питание. В этом месяце у них ничего не поменялось по питанию. У них три основных приема пищи и между ними у них перекусы. Приучение к горшку у нас продвигается медленно. Вернее, даже сказать, у нас никак не продвигается. Наверное, просто у меня пока нету цели. Их учить горшку, я считаю, что в этом возрасте это не главное пока. Больше они играют с горшками. Сажают на них своих мишек, кукол. Про мультики. Мультики они у нас смотрят каждый день. Минут 15-20. В основном это утром, когда я занята какими-то своими делами. Ну а так в течение дня играют детские песни на телевизоре. Они слушают. А так, чтобы фильмы или телепередачи мы не смотрим при них. В этом месяце мы стали изучать цвета. Больше раз они показывают правильно, реже ошибаются. Покажи, где зеленый мячик? Зеленый мячик? Да? Алиса, а ты знаешь, где желтый мячик? Правда, это желтый. А ты дашь мне маме желтый мячик? Спасибо большое. Спасибо, Алиса. Алиса, принеси мне, пожалуйста, красное колечко. Давай. Спасибо большое. Спасибо, Алиса. А принеси мне зеленое колечко, пожалуйста. Зеленое. Спасибо, Алисочка, большое. С этого месяца они стали ухаживать за своими куклами. Раньше как-то больше я предлагала. Давайте вот куколок спать положим. Давайте покормим. Сейчас они сами достают кукол в течение дня по несколько раз. Им это стало очень интересно. Также в этом месяце их заинтересовали сортеры. Еще в прошлом месяце, когда я предлагала им эту игрушку, то они вообще никакого энтузиазма к ней, интереса не испытывали. Сейчас они в день, минут 20-30, могут с ними заниматься. Пытаются подобрать отверстие, куда можно отправить деталь. Конечно, они не понимают, какая деталь к какому отверстию подходит. Но сам процесс их увлекает надолго. Так, бери следующий кубик, ложи сверху. Так, молодец. Бух, да? А покажи, где зеленый кубик? Так, бери следующий, ложи сверху. Так, ложи еще сверху. Бух. Нравится им читать книги, вот такие пособия я им покупала. Они предусмотрены для детей из года и предназначены для развития речи. Начинаем говорить первые слова. В книжках им нравится, когда я рассказываю, кто что делает. Птичка летит, крылышками машет. Все это они повторяют, все показывают. Кроме этого, книги им нравятся и сказки, и книги в стихотворной форме. Вообще, книги у них лежат все в свободном доступе. В течение дня они раз пять могут принести книги, чтобы я почитала или же садятся сами. Раньше они рвали страницы, сейчас меньше у них это происходит. Поэтому я уже и не прячу книги от них. Им нравится в книгах, когда есть сюжет. Когда, допустим, ляля с мишкой пьют чай. Им очень нравится. Прошел у них период, когда они все тянули в рот. Поэтому в качестве одного из занятий я стала им предлагать счетные палочки. Это, конечно, развивает у них и вырабатывает усидчивость, развивает координацию движений. Также в ходе занятия мы изучаем цвета. Вообще никогда ни на каких занятиях я не настаиваю. Они всегда выбирают, чем они хотят заниматься. Я считаю это правильным. Примерно с года я постоянно покупаю девочкам книги с наклейками. Раньше им тяжело было справляться с этой задачей, приклеивать наклейки. Сейчас они справляются с этим без проблем. Это занятие, безусловно, помогает развивать моторику рук. Кроме этого, книги все яркие, красочные. Иллюстрации в них насыщенные, что позволяет развивать воображение у детей. В этом месяце мы стали рисовать пальчиковыми красками. Данное занятие я решила проводить в ванной, чтобы было меньше уборки. Покупала я краски Коляка-Маляка фирмы. Они изготовлены на основе органических пигментов и натурального связующего. Содержат компоненты, применяемые в парфюмерии и пищевой промышленности и безопасны при попадании в рот ребенка. Еще одно творческое занятие, которым дети хорошо увлекаются, это лепка из мягкого воскового пластилина. Специально он изготовлен для очень маленьких деток. Мы делаем на пластилине оттиски кружков, квадратиков. Опять же, изучаем с ними цвета. Конечно, им все эти творческие занятия очень нравятся. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому!